Добрый день. Добро пожаловать на следующую сессию. Круглый стол членов парламента. Меня зовут Тома Шнайдер. Я работаю на швейцарское правительство. Я рад быть ведущим этой сессии. Я здесь просто ведущий. Это не обо мне все. И мы, члены парламента, здесь сегодня мы играем роль в том числе и в процессе управления цифровыми технологиями. Эта традиция устраивать круглый стол парламентеров появилась недавно, несколько лет назад в рамках IGF, потому что не только правительство, гражданское общество, техническое сообщество играют свою роль здесь, но и парламенты. И представители парламента играют важную роль в создании правил общества, когда дело касается не только, но и цифрового управления в том числе. И как и в прошлом году, как и в предыдущие годы, мы будем проводить ряд мероприятий. Круглый стол — это одно из таких мероприятий. И здесь представлены разные представители разных стран. И мы понимаем, что прежде всего тема доверия важна для вообще всех цифровых технологий. Особенно, когда мы говорим о новых технологиях, таких как алгоритмы, искусственный интеллект, данные. Особенно, когда речь идет о данных, потому что данные — это ценный ресурс. И без доверия сложно пользоваться данными. Мне говорят, что мы еще не готовы, и нужно еще несколько минут подождать. Тогда я жду знака, когда можно будет начинать. Давайте тогда просто посмотрим друг на друга, посмотрим в зал. Как приятно видеть, что люди улыбаются, разговаривают друг с другом, смотрят на экран своих компьютеров и ждут. Ждут начала этой сессии. Мне кажется, я даже слышу, какую музыку слушает Винсерф в своих наушниках. Интересно, что это за музыка. Наверное, это какая-то калифорнийская музыка начала 70-х или, может, какие-то алгоритмы. Мне нравится музыка, которая предшествует 1850 году. Все, что было написано после 1850 года, меня уже не интересует. Мне нравится классика. Значит, и музыка вам тоже нравится, только логичная музыка, в которой есть логика. Спасибо, Винс, за то, что поделились. Винт, спасибо вам. Готовы ли мы? Нет, мне говорят, что так и не готовы. Мне нравится архитектура этого здания. Я в первый раз в Японии, мне очень нравится этот конференц-зал. Вот просто хотел поделиться этим. Может, мы все же можем начать? Так вот, да, можем. Ну, еще раз добро пожаловать на этот круглый стол представителей парламента, членов парламентов, целью которого является укрепление, формирование, поддержки цифровых технологий, доверие к цифровым технологиям, в особенности, когда дело касается использования данных, потому что люди очень озабочены вопросом данных и того, чтобы их данные были в безопасности. Давайте не будем больше терять времени, я представлю наших выступающих. Итак, давайте начнем с заместителя генерального секретаря Ли Юнуа. Он откроет нашу работу выступлением. Пожалуйста, господин заместитель генерального секретаря Ли. Спасибо, господин модератор. Добрый день, уважаемые члены парламентов, уважаемые члены круглого стола, коллеги, дамы и господа. От имени Экосос я рад. Для меня большая честь приветствовать вас на круглом столе членов парламента в рамках IGF 2023 года. Наше внимание в этом году уделяется формированию доверия к цифровым технологиям. По мере того, как цифровая технология формирует направление развития нашей экономики и нашего общества, чрезвычайно важно, чтобы те, кто разрабатывает политику, способствовали бы строительству доверительных отношений с населением, с пользователем и отражали бы наше чайнее создать структуру, которая охраняет данные, неприкосновенность частных данных. Мы сегодня видим, что нельзя позволить себе фрагментированный подход, когда мы говорим об управлении данными. С ростом цифровизации глобальной экономики на фоне того, на какой скорости появляются и абсорбируются новые технологии в нашу повседневную жизнь, мы должны обеспечивать безопасное использование технологий, помня о том, что во главе любых таких технологических решений должен стоять, прежде всего, человек. И поэтому правила, законы и рекомендации должны, прежде всего, способствовать такому сотрудничеству, которая позволила бы развивать новые иммерсивные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, с тем, чтобы они внушали доверие, при этом продолжали развиваться. Мы создаем цифровое пространство, которое способствует нам, способствует достижению цели создания мира, в котором нет дезинформации. Уважаемые гости, уважаемые делегаты, вы, как законодатели в ваших юрисдикциях, вы можете вносить рекомендации в эту дискуссию глобального уровня. Вы можете вносить рекомендации с перспективы государственного управления, регионального управления. Давайте расширим возможности всех заинтересованных сторон. Давайте минимизируем риски, сопряженные с цифровизацией, и сделаем так, чтобы все пользователи могли наслаждаться преимуществами технологии в доверительной и безопасной манере. Я приглашаю вас вместе укрепить нашу работу, работу АДЖФ по всем областям, на всех сессиях, которые будут здесь проводиться. Выполняемая здесь работа также может быть передана по цепочке дальше, на региональные и государственные уровни вашими силами. Я желаю всем благотворной работы и жду с нетерпением ваших рекомендаций. Благодарю вас. Благодарю вас, господин заместитель генерального секретаря. Далее у нас здесь участник онлайн, господин Джихан Махмуд, министр парламента Мальдив и председатель межпарламентского союза по вопросу прав человека. Надеюсь, он подключился. Надеюсь, госпожа Джихан подключилась. Уважаемые члены парламентов, уважаемые участники АДЖФ, зачастую мне кажется, что доверия действительно не хватает. Это ресурс, которого у нас мало. Зачастую есть недоверие к политикам, к технологиям. И часто это оправдано. Люди должны иметь возможность быть уверенными, что выборы проходят в свободной манере и справедливым образом. Люди должны иметь возможность доверять представителям народа в том, что они будут действовать от их имени со всей ответственностью. И мы, представители парламентов разных стран, знаем, что доверие можно построить, но на это требуется время. Для этого требуются функционирующие институты, этичное поведение для того, чтобы такое доверие построить. В этой связи чрезвычайно важно, что сегодня мы говорим о доверии интернету, о безопасной киберсреде, киберпространству. Хочу привлечь ваше внимание к трем аспектам этой работы. Первое – это кибернасилие. В особенности насилие, направленное на женщин и детей, а также насилие в области политики. Мы не можем позволить кибернасилию оставаться безнаказанным. Мы должны объединить усилия и заявить, что это неприемлемо. И затем предпринять юридические меры, чтобы с таким насилием бороться. И технические меры тоже. Юридические и технические меры по борьбе с насилием онлайн – это гораздо сложнее, чем такие меры в физическом смысле, оффлайн. Особенно это важно, и это может быть чрезвычайно опасным вопросом, когда дело касается детей. Еще один важный аспект – это выборы. Особенно когда речь идет о вмешательстве в выборный процесс. Это происходит по всему миру. Не только в крупных странах мира, но и в небольших странах мира, таких как Мальдивы, откуда я родом. Способы, которыми сегодня передается информация, и те новые возможные, которые в этой связи появляются в области таргетирования конкретных групп населения, предоставляют новые возможности для дезинформации и манипуляции. И это ставит под удар легитимность наших правительств и наших парламентов. Наша легитимность зависит от того, насколько эффективно мы управляем этими процессами. И третий аспект – это искусственный интеллект, который сегодня влияет на общество. И это происходит все более активно в последние месяцы. Мы видим, как появляются новые риски по мере развития искусственного интеллекта. Как мы, законодатели, технические эксперты, гражданское общество можем объединить усилия, чтобы построить рамочную структуру для развития и использования искусственного интеллекта так, чтобы этому процессу доверяло общество. Вот ключевые вопросы нашего времени и нашей эпохи. По мере того, как технология продолжает развиваться быстрыми темпами, важно, чтобы представители парламентов присутствовали здесь на форуме управления интернетом, обменивались мнениями, чтобы все заинтересованные стороны обменивались мнениями на региональном и национальном уровнях. Мы несем время ответственности строительства юридической инфраструктуры. Мы охраняем права человека, всех наших граждан. Мы должны сделать так, чтобы все голоса были услышаны, чтобы мы могли предпринимать действия и строить интернет, заслуживающий доверия. Убеждена, что дискуссия, которая ведется в ЭДЖФ на этой неделе, продолжится далее в рамках Межпарламентского союза и в рамках парламентов. Желаю всем плодотворной работы. Благодарю вас, Джихан. Следующим к микрофону приглашается представитель парламента Японии, Томокко Укисима. Добрый день. Я председатель комитета по общим вопросам Палаты представителей. Приветствую вас от лица Японского парламента. Наш комитет занимается в том числе вопросами телекоммуникации. В этой связи я хочу выразить свою искреннюю признательность уважаемым коллегам, парламентариям и всем другим, кто присутствует на этом заседании. Я также хотела бы воспользоваться возможностью поблагодарить ООН, МСС, Межпарламентский союз за организацию этого мероприятия и за вашу работу по нашему направлению. Как страна, в которой проводится IGF 2023 года, приятно увидеть у себя в гостях парламентариев, которые занимаются в том числе вопросами, связанными с обеспечением свободы, транспоритности интернета. В IGF проводятся различные мероприятия, дискуссии высокого уровня. В рамках их наш парламентский трек будет обсуждать важнейшие вопросы того, как развитие новых технологий влияет на наши законодательные практики. Эта сессия также предоставит возможность нам обсудить эффективные меры политики и провести диалог с другими заинтересованными сторонами. Результаты дискуссии внесут вклад в развитие законодательной базы соответствующих стран. Сейчас в рамках этой сессии мы обсуждаем интернет, который мы хотим видеть. Это важнейшая тема, которая включает в себя и управление данными, и искусственный интеллект, и дезинформацию. Эти вопросы обсуждались на встрече министров информационных технологий в рамках группы Семи, которая состоялась в Японии. Вопросы преодоления цифрового разрыва, снижения рисков, с которыми сопряжен искусственный интеллект. Все эти вопросы занимают умы законодателей. Что касается искусственного интеллекта, то по итогам Хиросимского саммита был запущен Хиросимский процесс в мае этого года. Он предусматривает разработку международных руководящих принципов для всех сторон, занимающихся искусственным интеллектом. Все члены понимают важность обмена опытом и вовлечением заинтересованных сторон в этот процесс. Верю в то, что ИГФ, и особенно его парламентский трек, поможет провести плодотворные дискуссии по этому важному направлению. Желаю данному заседанию всяческих успехов. Благодарю за внимание. Благодарю вас, госпожа Тамоко Усима. Следующим к микрофону приглашается не парламентарий, не законодатель, но это человек, который принимал участие во всех 18 форумах. Это у нас общее с ним. Он занимает множество должностей в том числе и руководит, собственно, группой, руководящей группой IGF WindSurf. Я всегда нервничаю, когда мне начинают аплодировать до того, как я раскрою рот. Прошу всех сесть, потому что лучше уже не будет. Итак, обращаюсь к вам как представитель технологической отрасли, обращаюсь к вам как парламентариям, как законодателям, перед которыми стоит невозможная задача устанавливать работающие правила по таким сложным вопросам, как интернет, как компьютерные системы. Я вам не завидую, но надеюсь, что могу вам помочь. Одной из ключевых особенностей интернета является возможность мультипликации и увеличения всего, что мы делаем. То есть это касается в том числе и доступа. Это своего рода мегафон для людей, громкоговоритель, который позволяет услышать голоса. Но при этом есть и голоса, которые мы не хотим слышать, но мы их тоже слышим как через рупор. И хочу предупредить уважаемых законодателей о том, что вы можете писать законы, но законы юридические, но законы физики вы изменить не можете. Если вы просите инженеров в два раза увеличить скорость света, чтобы это помогло вашему законодательству, мы тут, к сожалению, бессильны. Но при этом сейчас создаются или оформляются правила социального договора 21 века. Граждане отдельных стран, граждане мира, нетезаны, то есть те, кто живет в киберпространстве, все из нас должны следовать каким-то правилам, чтобы интернет, онлайн-среда была безопасной. Поэтому очень важно, чтобы законодатели понимали и возможности, которые предоставляют компьютерные приложения, а также их ограничения и угрозы. Важно, чтобы парламентарии понимали эти принципы, фундаментальные принципы, чтобы они сознавали, как работает система и как она не может работать. И здесь специалисты могут вам помочь информацией с тем, чтобы вы могли принимать информированные решения с тем, чтобы цели социального договора были достигнуты. Речь, конечно же, идет в обеспечении безопасности, доверия, защита личных данных и так далее. Много важных характеристик, которыми должны обладать нормативно-правовые акты. И я бы хотела призвать законодателей делать упор на решения, на итоги, а не на конкретные технологии. Например, да, конечно же, искусственный интеллект и большие языковые модели — это все очень интересно, но оно отвлекает, потому что нам нужно задуматься о том, как эти системы используют, какое влияние, какие побочные воздействия использования этих технологий на общество наблюдается. С вашего разрешения я бы хотела еще затронуть тему, которую, возможно, вы не ожидали услышать в рамках этой сессии. Но я сделаю это для того, чтобы предупредить законодателей, потому что мы вступаем в неизвестную территорию буквально в ближайшие два года. Речь идет о расширении интернета в межпланетное пространство. Поэтому как руководитель межпланетного направления, который как раз работает в Японском космическом агентстве, он описал, что такое межпланетный интернет и какие последствия это несет. И здесь, в частности, при сотрудничестве японского, европейского и корейского космических агентств, а также НАСА, проводилась работа. И вот в ближайшие два года ожидается уже коммерческая деятельность на Луне. И это имеет серьезные последствия по многим направлениям. Коммерческая деятельность, если пока что она покрывается фактически только договором космического пространства 1976 года, то есть новых инструментов нет, а уже в ближайшие два года они понадобятся, и нам нужно будет как-то с этим работать. Например, мы будем вынуждены столкнуться с вопросами, а можно ли владеть чем-то собственностью на Луне, можно ли добывать полезные ископаемые на Марсе. Кто владеет, скажем, этим рудником, а что, если возникают споры, где их разрешать? Если у нас, скажем, космическая полиция, все эти вопросы, которые возникнут рано или поздно в контексте расширения деятельности человека и в космосе. И это понесет за собой серьезные последствия. Далее. Межзвездный интернет. К 2024-2025 году на следующих IGF, скорее всего, эта тема будет включена в основную повестку. Благодарю, уважаемый модератор, и передаю вам микрофон. Большое спасибо, Винд. Благодарю вас за то, что вы нам сказали, что наша жизнь станет еще более сложной. Ну, как минимум, это означает, что мандат IGF, скорее всего, он будет продлен, и мандат 26-27 года может будет рассматривать другие места проведения, другие планеты, Марс и Юпитер и так далее. Неинтересно, кто будет организовывать эти мероприятия, но, тем не менее, все это интересно. И тогда встречи на Юпитере в 27-м году. Уверен, что с нами свяжется марсианская делегация, говорит Виндсерв. Спасибо за интереснейшие заявления со стороны всех четырех выступивших. И сейчас я бы хотела открыть дебаты по трем вопросам, которые, как нам кажется, наиболее актуальны. Мы услышали о вызовах, с которыми мы сталкиваемся, но также и говорим о важности работы законодателей. Во-первых, перед нами сейчас выступит Сумана Среша, депутат парламента Непала, Латиф Аль-Абдухарим из Саудовской Аравии, Брандо Бенифей, депутат Европейского парламента. Пожалуйста, приглашаю вас на сцену. Предлагаю начать с вопроса по регулированию космического пространства. Винд на самом деле абсолютно прав. Дело в том, что действительно деятельности, которые касаются спутников, то есть сейчас вопросов, возникающих с этим, их число растет и растет, и в ближайшие годы нам придется вплотную ими заняться. Но давайте сегодня сохраним фокус внимания на таких вопросах, как искусственный интеллект и другие актуальные вопросы сейчас. Итак, первый вопрос. Мы знаем, что законодатели играют ключевую роль в разработке законодательства, направленного на повышение доверия к цифровому пространству. Вопрос заключается в следующем. Как мы можем улучшить нормативно-правовую среду и помочь развивать более гибкие методы управления с тем, чтобы не отставать от темпов развития технологии. Давайте начнем с вас, Латифа. Спасибо, Томас. Очень рада принять участие в этой дискуссии. Действительно, давайте начнем с... спустимся из космоса на Землю. Но будем при этом готовы заниматься и космосом тоже. Итак, я лично абсолютно уверена в том, что технологию необходимо регулировать. И к технологии применяются существующие нормативно-правовые рамки, которые не всегда подходят. Поэтому нужно быть готовым к более инновационным методикам нормативно-правового регулирования. И работать здесь нельзя обособленно. Для того, чтобы успешно работать здесь мы не можем, конечно же, от нас нельзя ожидать, что мы будем просто писать законы, не понимая, как работает, скажем, искусственный интеллект. Так вот, возвращаясь к эффективному нормативно-правовому регулированию, важно привлекать множественные заинтересованные стороны и также подходить к этому процессу гибко. Ну, во-первых, учитывать экономическую составляющую для того, чтобы обеспечить благоприятную среду для инноваций, а также отвечать на вопросы лакун или пробелов в существующих нормативно-правовых рамках и с тем, чтобы всегда успевать за развитием технологий. Вот такой подход позволит и для бизнесов, и для пользователей в онлайн-среде сохранить доверие, собственно, к нормативно-правовым актам и эффективно регулировать эту среду. Итак, мы как парламентарии играем две ключевые роли. Во-первых, мы готовим законопроекты, мы переписываем законы, вернее, вносим в них поправки. Это работа парламентарии. Но при этом, как парламентарии, мы должны, конечно же, иметь некую стратегию. И здесь, говоря о подходе, основанных на вовлечении множественных сторон, то здесь у нас работают различные комитеты, собственно, профильные комитеты, которые при этом следуют какому-то общему направлению, какой-то направленности. То есть мы, если работаем по конкретной технологии, необходимо понимать, что мы регулируем или пытаемся регулировать, и для чего это нужно. Это необходимо для обеспечения связуемости и единообразия. Далее, надзор. Надзор, этим занимаются соответствующие органы, которые должны работать параллельно с более долгосрочным законодательным регулированием. То есть здесь есть работа как краткосрочная, так и долгосрочная. То есть у нас есть и регуляторные песочницы, то есть те инкубаторы или пробные проекты, где мы отрабатываем какие-то новые правовые вещи или правовые навеллы. Затем здесь я хочу подчеркнуть, что нам необходимы новые подходы для того, чтобы, скажем, отрабатывать, вырабатывать новые стандарты. Поэтому здесь нам необходимы так называемые лаборатории, где разрабатываются, где совместно с заинтересованными сторонами вырабатываются новые законодательные подходы. Мне кажется, что мое время уже стекло, поэтому я передаю микрофон модератору. Спасибо. Следующий выступает Сумана Среша. Большое спасибо. Мне кажется, что здесь есть несколько аспектов. Во-первых, технология действительно развивается семимильными шагами, и регуляторы или директивные органы за ней не успевают, как правило. Это означает, что нам необходимо иметь некую базу информации, то ли базу знаний, которую мы получаем от кого? От представителей научно-академической среды, от специалистов, имеющих опыт в этом направлении. То есть нам также необходимо иметь план А, план Б, план С и так далее, с тем, чтобы мы могли гибко реагировать на изменения в реальной жизни и, собственно, готовить соответствующие нормативно-правовые акты. Затем необходимо учитывать специфику стран и взаимодействие с различными платформами, такие как, например, IGF, с тем, чтобы мы могли как-то разработать рамочные инструменты, которые можно было бы применять, адаптировать для местных нужд. Затем необходимо оценить среду, в которой мы работаем, например, в нашей стране, Непале. Есть ли у нас платформа для мониторинга или регулирования крупных технологических компаний? Такой вопрос мы в Непале должны себе задать. Как мы можем обеспечить безопасность всех участников процесса? То есть должны быть некие базовые минимальные стандарты по всему миру для обеспечения, скажем, безопасности детей. Например, программы цифровой грамотности и так далее. И, наконец, вот такие сессии очень важны, где мы изучаем опыт друг друга, а также ошибки друг друга, вместо того, чтобы изобретать колесо заново. Вопрос? На него фактически ответили, говорит Брандо Беннифей. Я хочу добавить от себя лишь то, что всегда существует некоторая напряженность, натянутость по мере того, как мы пытаемся писать новые законы. И вот глядя на эту конференцию и на контекст, в котором мы работаем, необходимо, конечно же, подключать заинтересованные стороны с тем, чтобы мы могли успевать за скоростью технологических изменений, с тем, чтобы наши законодательные акты отражали эти изменения, с тем, чтобы мы успевали за новыми технологиями, и за новыми продуктами на рынке. Это необходимо делать с учетом того, что существуют, конечно, различные группы интересов, существуют различные тенденции. И здесь важно учитывать также некий дисбаланс в распределении ветвей власти в разных странах с тем, чтобы мы могли сохранить свою автономность, но при этом четко понимали тот контекст, в котором мы работаем. К примеру, например, можно использовать мягкую силу для того, чтобы укрепить свою позицию, например, когда речь идет о притворении в жизнь законодательства. Например, в этой области мы не можем просто сказать, что мы бы хотели, чтобы текст законопроекта был утвержден, чтобы правила были утверждены, надо посмотреть, как они будут исполняться, приводиться в исполнение. Это означает, что нам необходимо понимать, как нам избежать устаревания наших законодательных инициатив. Пожалуй, я на этом останавливаюсь, потому что времени немного. Мне кажется, очень правильно мысль, выраженная Винтомсерфом, о необходимости сейчас делать упор на использование технологий, на то, как используется это, например, в вопросах, касающихся искусственного интеллекта. Вот личности я работаю. То есть использовать конкретные случаи, какие-то делать кейс-стадии, вместо того, чтобы фокусироваться исключительно на самой технологии. И это должно быть правилом, а не исключением. То есть необходимо смотреть, какое влияние, воздействие конкретная технология оказывает с тем, чтобы мы могли, собственно, вписать те законы, которые будут работать в будущем. Большое спасибо. У всех выступивших прозвучала мысль о необходимости сквозного, опирающегося на участие многих сторон, подхода и подключения специалистов, потому что не все парламентарии разбираются в технологии. И вместе с этим они должны писать работающие законы, эффективные законы. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Учитывая, что необходимо укреплять сотрудничество между государственными органами, правительствами, представителями отрасли, специалистами и гражданским обществом, как мы можем укреплять это сотрудничество, откуда вы получаете информацию, необходимую для написания работающих законов в ваших странах, и где мы можем еще улучшить положение вещей. Начнем с бронда Бенефея. Я хочу сказать, что Европейский парламент сам по своей модели весьма интересен, так как у нас есть множество возможностей обсуждать законопроекты, прежде чем они идут в работу. Например, по искусственному интеллекту мы готовили законодательные акты. Я знаю, что вы пристально следите за законотворчеством Европейского парламента в этом направлении. Так вот, год проводились заседания специального комитета, изучавшего этот вопрос с различных углов. проводились дебаты с представителями научно-академической среды, с представителями различных международных организаций и так далее. Это было очень полезно. Это позволило законодателям получить необходимые знания, прежде чем они приступили непосредственно к законотворчеству. Конечно же, опыт может отличаться, но тем не менее, очень важно иметь некие такие процессы, такие механизмы, и необходимо уделять должное время подготовительной работе. Мы знаем, что у каждого парламента имеется определенный срок полномочий, и, конечно же, иногда просто не хватает времени углубленно изучить вопрос, прежде чем законопроект выносится на голосование. Иногда из соображений грядущих выборов или насущности, срочность этого законодательства законы принимаются еще сырыми и нередко. Когда должное внимание времени уделено обсуждению вопроса, то мы принимаем неверное решение, которое потом приходится исправлять. Это очень важный вопрос. Необходимо уделять достаточно времени на каждом этапе подготовки законопроекта. Интереснейший вопрос. Каким образом мы готовим эти законопроекты? В каждой стране, конечно же, если бы каждая страна имела возможность так тщательно обдумывать законопроекты, то, может быть, и развивающихся стран было бы гораздо меньше. Так вот, давайте поговорим о вопросе доверия. Как мы можем обеспечить доверие между всеми заинтересованными сторонами, с тем, чтобы сотрудничество было по-настоящему открытым, прозрачным? Первым шагом является признание того, что здесь все работают над оптимизацией использования цифровых технологий. Это некая утопия, которым мы все занимаемся, следуем. Сейчас, например, говорится о проведении честных выборов. Это, конечно же, очень важно. Но здесь необходимо помнить о том, что для того, чтобы разработать и притворить в жизнь такие меры политики, важно помнить о том, в состоянии ли мы взять на себя такие задачи. Во многих развивающихся странах, как, например, в Непале, наблюдается массовая миграция или отъезд за границу образованных людей. Поэтому, может быть, у нас есть замечательные нормативно-правовые инструменты, но при этом они не работают, ими просто некого регулировать. Это серьезные вопросы. И, наконец, краеугольным камнем в деле укрепления нашей работы является укрепление существующих сетей, использование накопленных знаний, а также оперативное реагирование на вызовы времени, опираясь на те знания, которые у нас уже есть. А также, конечно же, необходимо укреплять сотрудничество. Спасибо. Хотела бы добавить к тому, что сказала моя коллега. Мы говорим о заинтересованных сторонах, о необходимости сотрудничества. Повторяться я не буду, но попытаюсь добавить. Сила использования инструментов искусственного интеллекта нами, законодателями, это интересная тема. Мы пока ее не раскрыли до конца. Говоря из своего опыта, я профессор юриспруденции, и я работаю именно вопросами юридического анализа использования инструментов искусственного интеллекта. Мы можем пользоваться этими инструментами, они помогут нам добиваться наших целей. Необходимо для этого сформулировать законодательную базу. И, конечно, требуется более полное понимание ИИ для этого, чтобы мы могли создать должную законодательную базу, отражающую потребности общества в контексте ИИ. Кроме того, когда мы говорим о сотрудничестве, мы должны понимать, что это сотрудничество от государства к государству. И на уровне парламента у нас, конечно, есть тесное сотрудничество. У нас есть межпарламентский союз. И он включает в себя 150 стран. У нас есть комитет. Мы регулярно встречаемся с коллегами, мы делимся опытом, практиками, обсуждаем их. И мы можем говорить на уровне парламентов об экономике, о социальном развитии, о потоке данных. И этот вид сотрудничества, такие встречи, конечно, нам помогают. Они помогают нам делиться информацией и практиками, помогая друг другу формировать эти новые законодательные практики. Кроме того, я знаю, что у нас здесь постоянно ведутся диалоги с другими межправительственными организациями. Буквально несколько недель назад в Уругвай прошел Всемирный саммит комитетов по вопросам будущего. И мы тоже там были представлены. Там обсуждались вопросы управления искусственным интеллектом, законодательные базы для ИИ. Мы обсуждали возникающие сложности и участие гражданского общества, а также научных кругов в этой работе. Хотела бы рекомендовать, что в этой связи такие диалоги на уровне законодателей с участием таких сторон, как техсообщества, особенно по вопросам искусственного интеллекта, своевременно. И сегодня в рамках такого диалога МПС мог бы предоставить доступ к ресурсам, которые у нас есть, которые наработаны в результате такой межправительной работы всем заинтересованным лицам в рамках IGF. И это поможет нам делиться знаниями между странами. Более того, нам нужно сейчас уделить внимание отдельно теме готовности к использованию искусственного интеллекта и обсудить это на межстрановом уровне. Я хотела бы, конечно, видеть светлое будущее для ИИ. Спасибо. Опять-таки, мы пришли к тому, что сотрудничество – ключевой фактор успеха. И диалог между экспертами со всего мира – это ключевой фактор и залог успеха в любом начинании. Говорить друг с другом полезно, но вопрос здесь стоит в том, возможно ли добиться некого соответствия правил безопасности, стандартов в разных регионах, странах, секторах промышленности, областях экономики, чтобы завоевать доверие населения. Ведь то, что работает в одной стране, и факторы, которые важны в одной стране, могут быть менее важны в другой стране и наоборот. Поэтому, когда мы говорим об обмене опытом, не только юридическим, но и техническим, то насколько это может быть использовано в разных странах, насколько это может быть гармонизовано, если хотите, с тем, чтобы мы смогли найти некое общее положение, некие общие точки соприкосновения в том, как воспринимается искусственный интеллект в наших странах. Что требуется для сотрудничества межграничного, трансграничного, межстранового в цифровых технологиях с участием законодателей? Как вы можете это прокомментировать? Думаю, что ключевой фактор здесь, возвращаясь к тому, что я говорила ранее, о цифровом пространстве и его безопасности для всех, мы должны стремиться к взаимовыигрышной ситуации для всех в мире. Давайте начнем с этой отправной точки, и если мы согласимся с ней, то многое станет возможно. Хочу подчеркнуть, что когда мы делимся знаниями щедрым образом, открытым образом в области технологии, и хочу сказать здесь, что есть такие организации, корпорации, компании, научные сотрудники, исследователи, которые придумывают алгоритмы, например, для идентификации дипфейков. Это технология, это ноу-хау. Если оно становится доступно тем, у кого ресурсов нет, то это как раз заслуга коллективной работы, когда мы можем бороться с дезинформацией эффективно. И получается, что мы тогда будем объединены. Мы не позволим дезинформации нас разделить. Поэтому это важный момент, о котором нельзя забывать. Второе, по мере того, как мы понимаем, что есть некие общие минимальные стандарты, с которыми мы все можем согласиться, когда мы говорим о том, как пишутся коды, о том, как мы храним данные, которые являются общественным достоянием. Я думаю, что здесь можно адаптировать технологию под требования разных стран, разных юрисдикций с учетом локализации, если существует некая цифровая грамотность. Какую бы технологию мы не построили, если человек не знает, как ее использовать, то это бесполезно. Это как, знаете, придумать сложный пароль, который никто не сможет угадать. Но если вы напишите его на листе бумаги, то ваши усилия сразу теряют смысл. Так что важно понимать уровень цифровой грамотности и весь спектр этих уровней. Важно, чтобы мы работали с тем, чтобы помогать друг другу, но при этом учитывали местный контекст. Можно сказать, что нельзя доверять всему, что вы читаете в интернете. Вот такие базовые простые вещи, я думаю, это те стандарты, на которых мы можем сойтись. Это минимальный стандарт, с которым мы все можем согласиться. И это то, что нас объединяет. Это такие вопросы, по которым мы не можем никакие уступки допускать. И тут не может быть локализации. Например, защита несовершеннолетних. Вот эти минимальные стандарты, это то, с чем мы все можем согласиться глобально. Я думаю, во всем мире, все компании, организации, которые работают в этой области, все могут согласиться с этими минимальными стандартами, с их логикой. И я думаю, вот на этом и можно строить нашу дальнейшую работу. И тогда мы можем обеспечить технологии, которые ставят в главу угла человека. Думаю, что если мы говорим об интернете, которому можно доверять, об открытом пространстве, если мы говорим об искусственном интеллекте или о других технологиях, которые мы здесь обсуждаем в этом контексте, то всем нам ясно, что сотрудничество критически важно. Конечно, есть вопросы, которые нельзя решить в отрыве от всего мира. Требуется глобальное сотрудничество для решения ряда вопросов. Однако, полагаю, что важно здесь не путать уровни, о которых идет речь. Да, есть вопросы, есть риски, есть проблемы и есть относительные возможности при условии минимизации рисков, которые, как ни крути, локальны. Они связаны с жизнью людей, с законами определенной юрисдикции, которые защищают фундаментальные права и безопасность населения. И конкретно предполагается локальное использование той или иной технологии. Почему я все еще говорю о глобальном сотрудничестве? Почему оно необходимо и неизбежно? Почему мы говорим о системных рисках киберпреступности, даже о геополитических рисках, о необходимости иметь общие стандарты, общее определение, единое понимание того, чем мы занимаемся. Международные организации важны, подобные той, которая представляет АДЖФ или Организация Объединенных Наций, другие организации, другие структуры. Премьер-министр Киши договорил уже о хирошимском процессе, важном, генеративном и многое другое, многих других примеров много. Но мы можем извлекать уроки из опыта друг друга. Мы видим, как принимают решения в той или иной стране по защите данных, например, как это происходит на различных платформах. Конечно, мы учимся на примере друг друга. Я вижу иногда, что то, что мы делаем в Европе, обсуждается и частично принимается на вооружение в других регионах и странах. И мы видим, как версия того, что мы делаем, функционирует в какой-то другой стране или регионе, и мы как раз тоже из этого извлекаем уроки. То есть это процесс, который помогает нам надстраивать один успех над другим и извлекать из этого пользу. Честно говоря, законодатели, на мой взгляд, как раз хорошо с этим справляются. И вот эта работа с данными, движение в должном направлении и поддержка исполнительной власти, это наша роль, это то, что мы должны делать, это роль, которую мы здесь играем, как представители своих стран, как законодатели, как члены МПС. И это все влияет на население, на отдельные частные лица в наших странах, когда мы смотрим на использование новых технологий, на использование интернета в целом и, конечно, на использование искусственного интеллекта в этом контексте. Хочу добавить к тому, что сказал Бранда. Есть некий уровень доверия на глобальном масштабе к цифровым технологиям. У нас уже есть участие таких крупных международных организаций, как ООН, ОСР, как ЮНЕСКО. Они все принимают участие в этой работе, они все вносят в свои рекомендации вопросы этичного использования ИИ. И мы сегодня говорим о группах, которые основаны на участие многих сторон, на принципах участия многих сторон. И мы учитываем разные мнения и обсуждаем конфликты интересов. Мы приходим к этим общим принципам и к общим законодательным актам, которые представляют собой реалистичный для нас, для всех подход, при помощи которого мы и сможем обращать внимание, решать те или иные этичные проблемы или вызовы, стоящие перед нами. Как вы все знаете, рекомендация ЮНЕСКО по этичному использованию ИИ была принята 193 государственными членами. Можно ли применять это глобальное видение в рамках страны, локализуя как-то эти меры? Это вопрос, который подлежит обсуждению, как это делать, как при этом соблюдать собственные государственные принципы, ценности, культурные нормы, и как при этом отражать глобальные принципы в локальных условиях. Это все подлежит обсуждению. И в Саудской Аравии, к примеру, мы стали одной из первых стран, которая осуществила рекомендации ЮНЕСКО по этике в использовании искусственного интеллекта. Мы отбирали эти принципы, как они могут быть использованы именно в нашей стране. Мы отбирали, что важно для нас, и мы обеспечиваем осуществление этих принципов по всем этапам цикла жизненного цикла ИИ. в июле двумя месяца назад премьер-министр также объявил об открытии Международного исследовательского центра по искусственному интеллекту, в котором будет работать раздел по этике, который будет вести глобальный диалог, глобальную дискуссию по вопросу исследований в области ИИ, сопряженных с этим рисков и этических вопросов. Спасибо. У нас все еще остается немного времени. Давайте продолжим с вопросами, раз время позволяет. Мы работаем на правительство. Мы принимаем участие в работе многих межправительственных организаций и других организаций, которые разрабатывают рекомендации либо для правительств либо для законодателей и межпарламентский союз это важный институт, который не специализируется на конкретных вопросах, как и другие межправительственные организации. Как вы считаете, будет ли вам полезно, если бы МСА, ЮНЕСКО, ОСР и другие специализированные международные организации, те, кто, может быть, занимаются вопросами изменения климата, здравоохранения, ВМО, ВОЗ, все эти специализированные организации, если бы они более тесно сотрудничали не только с правительствами, но и с парламентами, станет ли это вам полезным, как вы считаете, это один вопрос, который я часто задаю себе. Хотел бы услышать ваши ответы на этот вопрос. Давайте начнем с Евросоюза. Евросоюз это крупная организация, она сама уже объединяет множество стран, и вы можете нанимать и вовлекать в работу экспертов, чтобы рассматривать вопросы, в отличие, может быть, от стран меньше вас и от развивающихся стран, у которых меньше ресурсов. Как вы можете прокомментировать этот вопрос? Да, действительно, было бы очень полезно, если бы Организация Объединенных Наций и другие специализированные платформы более тесно сотрудничали бы с парламентами. В Непале правительства меняются часто, и парламент как раз действует существует часто дольше, чем правительство в течение пяти лет. И поэтому это достаточно длительное время для того, чтобы добиться чего-то, каких-то результатов. И важно иметь доступ к тому, что я ранее назвала базой знаний. Конечно, у разных стран разные опыты, разные законодательные структуры, и мы можем извлекать уроки из опыта друг друга. И было бы очень полезно более тесно сотрудничать на уровне парламента с разными платформами и агентствами ООН, которые специализируются на конкретных областях. И третье, что я хочу сказать, я, наверное, здесь повторюсь, мы должны отойти от секторального подхода, будь то здравоохранения, изменения климата, потому что это путь к повторению усилий, когда мы делаем одно и то же дважды в рамках разных организаций. Когда мы говорим о данных, то лучше все же рассматривать это единым образом, работать с некой единой организацией или институтом, таким, например, как сама ООН. Все согласны с этим или кто-то хотел бы что-то добавить? Мне кажется, исходя из нашего опыта, я мог бы согласиться, однако при этом важно учиться друг у друга в том смысле, что существуют весьма продвинутые формы сотрудничества с некоторыми организациями, но при этом с другими, они тоже среди тех, что вы перечислили, сотрудничество менее тесное, консультации с ними проходят реже, и и поэтому здесь можно найти лучшие примеры для подражания. То же самое работает и в области искусственного интеллекта. Тут тоже, я думаю, можно попытаться как-то стандартизовать работу и коммуникации. Я уже отвечала на этот вопрос, мне кажется, но я могла бы здесь повториться, наверное. Я уже говорила об этом и упоминала эти идеи по работе с МСЭ, например. Глобальные международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО, те, которые работают над формированием глобальных связей, глобального направления развития, конечно, важно принимать во внимание парламенты и предоставлять возможность нам дать рекомендации, документы и направления развития, в котором мы, например, работаем. И таким образом участие МПС было бы полезным. Вы ответили наверное в некоторой степени. Но я бы сказал, что поскольку мы наблюдаем быстрые изменения в технологии, быстрое развитие, и есть при этом технологии, которые не меняются годами, например, машины, это то, что стабильно годами. У нас в стране, например, в Швейцарии, чтобы появился новый закон, на это уходит около пяти лет. А если кому-то этот закон не нравится, они против, то может провести референдум, и если народ скажет нет, то еще через пять лет появится новый закон или модифицированный закон. Таким образом, если у законодательства уходит несколько лет на это, при этом технология меняется чуть ли не ежемесячно, что же тогда можно говорить о том, чтобы угнаться за технологией? Как мы можем отразить эту скорость движения в законодательном процессе? Конечно, мы не можем торопиться, но при этом как же мы можем регулировать технологию, которая постоянно адаптируется, при том, что на формулировку закона уходят годы. Это очень длительный процесс. Как вы считаете, какие у вас есть ответ на этот вопрос? Это не только в Швейцарии, говорит представитель Саудской Аравии. Зависит от того, о каком законе идет речь. Конечно, если речь о технологии, о данных, то да, на это могут уйти годы. Недавно как раз у нас была об этом речь в Саудовской Аравии. Мы должны двигаться параллельно развитию технологий. У нас, конечно, должен быть долгосрочный план на 10 лет, на 20 лет, но при этом, по мере того, как есть такая дорожная карта, такой блупринт, но при этом, и кстати, если кто-то еще такой план или такую дорожную карту не создал, займитесь этим, потому что вам это понадобится, такая дорожная карта должна быть. При этом в короткосрочном периоде вам нужны песочницы регулятивные, в рамках которых вы вырабатываете рекомендации. Это тоже очень важно, потому что без этого непонятно, как можно с этими аспектами меняющейся технологии работать, если мы будем ждать законодательных актов, которые занимают годы, на которые уходят годы. То есть вы говорите о том, что существуют разные уровни, разные слои, я бы сказала, да, есть долгосрочные такие действия, есть краткосрочные и то, и другое необходимо. Я хочу добавить и сказать в этом же направлении, что, конечно, время уходит на законодательство, но это все часть инструментария, которая у нас есть. Это ведь не только законы. У нас есть и так называемая мягкая законодательная структура, рамочные структуры, которые можно принимать по мере необходимости. Все зависит от того, что вам нужно. Я приведу пример. Когда вам нужно преодолеть проблему фрагментации правил, а это типично. Вот посмотрим на Евросоюз, мы видим, что фрагментация внутреннего рынка это проблема, и нужно законодательство, которое поможет избежать этого, чтобы мы не разделяли внутренний рынок. Но при этом существует аспект такой, что мы можем полагаться на действия исполнительной власти при участии парламента. Это может использоваться в разных контекстах. Здесь можно проявлять определенную гибкость, потому что вопрос времени чрезвычайно важен, и своевременности усилий. Я живу в условиях демократии, и я верю в демократию, я понимаю, что люди ценят ее, и она работает, она при этом должна соответствовать требованиям к своевременности действий. Хочу добавить к словам Бренду. В Непале у нас тоже существуют разные инструменты, и да, у нас есть исполнительная власть, которая работает с нами в области законотворчества, и если мы, например, видим, что какие-то действия, какие-то явления могут представлять собой угрозу национальной безопасности в области технологий, то существуют протоколы, которые позволяют нам ускорить законотворческий процесс, и существует эта система, но при этом когда возникла криптовалюта, то Непал не отреагировал достаточно быстро, правительство фактически просто запретило криптовалюту, потому что не поняло, что она из себя представляет, и не поняло, насколько она волатильна, и что именно она подразумевает. Мы не поняли, что такое технология блокчейн. Можно сказать, это был неудачный пример, когда не хватило инструментов для того, чтобы понять технологию, которая слишком быстро меняется, поэтому нельзя слишком отставать от того, что происходит в области технологий. Спасибо. Не знаю, есть ли у нас еще несколько минут, если все согласны, поскольку микрофон у нас есть, давайте дадим слово людям в аудитории, может быть, кто-то хочет задать вопрос нашим гостям. представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос или делайте свой комментарий. Меня зовут Сэм, я представляю парламент Ганы. Здесь были высказаны мнения, с которыми мы в целом согласны, но как член парламента одной из стран Африки, я хорошо понимаю Непал. Саудовская Аравия это не развивающаяся страна, поэтому у нас, наверное, разная реальность, разные условия, и, конечно, Евросоюз тоже это совсем другая система. Большинство платформ, с которыми мы работаем, требуют интернета, который заслуживает доверия, и эти платформы существуют либо в Европе, либо в Соединенных Штатах. С 2019 года мы пытались разработать законодательную структуру для этого использования, и при этом мы видим недоверие на нашем континенте к таким платформам, которые существуют сегодня. Вчера речь шла о законе об облачных данных, который был принят в Соединенных Штатах и был принят Конгрессом. Это ставит нас, африканский континент, в условия риска с точки зрения наших пользователей, потому что мы пользуемся платформами, которые расположены в Соединенных Штатах. Мы хотели бы иметь интернет, который заслуживает доверия, который пользуется доверием у нашего населения, но при этом необходимо принимать внимание нашу точку зрения, наши нормы и нашу культуру. При этом нам важно понимать, что когда строится некая пользующая доверием платформа или какой-то интернет-инструмент, нам нужно рассматривать, кто за этим стоит, особенно когда мы говорим о 2024 годе, когда на Африканском континенте будет проходить множество выборов. Моя страна проводит выборы в 2024 году, как и 70 других стран мира, в том числе и Россия. Мы связаны с государствами такими, как Республика Корея, Китай, Россия, США в том, что касается вопросов распространения информации, дезинформации. И нам необходимо вести диалог с тем, чтобы завоевать доверие, построить более безопасный интернет и бороться с дезинформацией. И не похоже, что правительства африканских стран сейчас могут эффективно работать с обстановлением дезинформации без помощи больших игроков. И эти платформы должны нести соответствующую ответственность. И я не перекладываю ответственность с наших плеч. Мы, как парламентарии с американского континента, тоже должны принимать участие. Но мы посмотрим на Европу. В Европе это делается на уровне Евросоюза, а не на уровне индивидуальных стран. Поэтому, конечно же, Африканский Союз тоже должен занять единую позицию, разработать какие-то рамочные принципы для законодательства, с тем, что мы выступали общим коллективным голосом. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Вы, как департат парламента, конечно же, можете обратиться к своим парламентам, к своему парламенту. Может быть, какой-то обмен с парламентариями США провести, чтобы у вас напрямую было какое-то общение, как идея. Я бы хотела здесь выразить согласие с коллегой из Ганны. У маленьких стран у нас нет возможности занять такую мощную переговорную позицию, которая имеется, скажем, у Европарламента. Но если в Непале мы не чувствуем себя в безопасности, то другие страны, наверное, тоже небольшие страны. Поэтому это общий разговор, общая дискуссия, которую необходимо проводить. Что делать в таких случаях? Как противодействовать умышленной и неумышленной дезинформации и другим негативным явлениям, как фейк-новости и так далее? Каковы должны быть минимальные стандарты, которым все должны следовать? Например, в том, что касается регулирования контента в интернете, которые большие технологические платформы должны учитывать, как мы можем здесь задействовать принцип паритета. Ведь мы в небольших странах отстаем в этом плане, у нас нет доступа к данным, нам просто иногда непонятно, что мы можем сделать для того, чтобы обеспечить инновации в такой стране, как наша. Поэтому я вас очень понимаю, и мы должны работать вместе с тем, чтобы выступать за какие-то минимальные стандарты и с тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Спасибо. Да, еще один вопрос или комментарий. Приветствую всех. Вивек Шилав из Непала. Очень интересная сессия. Уважаемые депутаты парламента выступали с интересными мыслями. Действительно важно обеспечить открытость и доступность интернета. Но как парламентарии, как лица, определяющие меры политики, как вы планируете вовлекать молодежь в этот процесс, так же, как в вашем регионе, в ваших странах вы вовлекаете молодежь в вашу работу. Есть ли у вас какие-то планы на работу с молодежью, с тем, чтобы сделать интернет более заслужащим доверия. Итак, вопрос, как вы подключаете молодежь в вашу работу? Я стараюсь объединить интересы в более крупные кластеры вопросов для молодых наших участников процесса. Это касается как электората, так и в целом молодежи с тем, что они не могли принимать активное участие в политической дискуссии. Я всегда им говорю о том, что если они не будут принимать участие в процессе, то они попросту останутся в стороне. Если они отказываются это делать, то за них это сделают другие. все политические силы, все институты говорят о центральной роли молодежи, о том, что они даже не будущее, а настоящее, но, к сожалению, нередко это неправда. Потому что если существует система, при которой для тех, кто находится во власти сейчас, это представители более старшего поколения. И в некоторых случаях речь идет о старшем поколении не только в физиологическом, иногда и в патологическом смысле. Так вот, важно вовлекать молодежь с тем, чтобы они были частью этого процесса. Иначе можно много говорить о молодежи. Но кто может заявить, что мне наплевать на молодежь, меня заботят только вопросы старшего поколения. Ни один из политиков себе такого не позволит. Но это не имеет значения. Если по факту те, кто принимают решения, это люди более старшего возраста, будут ли они учитывать интересы молодежи? Возможно, нет. Но тогда им люди просто не будут верить. Это будет пустая риторика, пустословие несоответствующей реальности. Поэтому я четко, без обиняков заявляю молодежи, что, например, по таким вопросам, как изменение климата, если там молодежь встала и единым фронтом выступила, и потрясла существующие устои институты. по другим вопросам, частично молодежь привлекается и участвует, но при этом не столь активно. И здесь необходимо более активно включаться в такие вопросы, как цифровые права, цифровое гражданство, выработка глобального понимания в проблематике интернета. И здесь молодое поколение может внести неоценимый вклад, но надо их поощрять к активному участию. Абсолютно с вами согласна. Действительно, могу говорить за себя, я избрана на первый срок, 8 месяцев занимаю эту должность, являюсь парламентом, до этого работаю в частном секторе. Так вот, я не считаю, что старшее поколение сможет что-то сделать существенное по вопросам изменения климата, по искоренению негативных ряда негативных явлений. Здесь должна работать молодежь, и важно начинать работать сейчас и работать активно. И здесь есть два способа. Во-первых, ну, во-первых, это специализированный термин, это профессиональный жаргон, который молодежь попросту не принимает. Важно объяснить им понятным для них языком, что для них, для их ежедневной жизни означает та или иная политическая мера. Это первое. И я таким образом пыталась расшифровать юридически перегруженный язык и донести это до молодежи понятным им языком. Это первое. Второе. Всячески поощрять участие молодежи в процессе, объяснив им, что если вы сейчас ничего не будете делать, то за вас принимать решения будут другие. И если не сейчас, то очень скоро, через несколько лет, вам это сильно, очень больно по вам ударит. Спасибо. Я присоединяюсь к вам вашим словам. Вы уже сказали практически обо всем, о чем хотела сказать я. В Саудовской Аравии большинство населения это молодежь в возрасте до 30 лет. Поэтому все, над чем мы работаем, это делается для них и делается вместе с ними. Это касается всех секторов, по всем вопросам. Мы, конечно же, должны учитывать мнение молодежи по всем направлениям. спасибо. Хочу сказать трое парламентариев, присутствующих здесь, скажем, ниже среднего возраста депутата парламента, если мы посмотрим на большие страны, в США обычно члены законодательного органа гораздо старше, ну, конечно, в Саудовской Аравии и демография другая. Еще один вопрос или комментарий. Пожалуйста, приветствую вас всех, Мирхан, из Пакистана. Вопрос к моей коллеге, которая сидит рядом с модератором. Вопрос касается доступа к интернету. Если иногда мы видим, что с политических целей государственные органы каких-то стран ограничивают интернет или полностью перекрывают. Но ведь доступ к интернету это одно из основопоглающих прав любого человека. Поэтому вмешательство в интернет в политических целях необходимо пресекать. Что мы, как парламентарии, можем сделать для того, чтобы решить эту проблему? в моей стране в течение трех-четырех дней полностью выключили интернет, фактически забрав права у людей, право на доступ в интернет. Вот здесь IGF может сделать что-то или может ли что-то сделать для того, чтобы такие меры были, пресекались. А в чем вопрос заключался? Мой вопрос заключается в том, доступ к интернету это одно из прав человека. То отключение интернета государством в каких-то политических целях, какие законы могут можно ввести и как здесь может помочь IGF? Ведь доступ к интернету это одно из прав человека. Отвечаю, да, мы, как парламентарии, считаем, доступ к интернету. Речь идет о полностью закрытии выключения интернета, отключения интернета на какое-то время государством. В нашем случае у нас нет таких случаев, не бывало таких случаев, но ваш вопрос заключается в том, что могут в целом сделать парламентарии для того, чтобы такого не было. То есть речь идет, когда политический истеблишмент каких-то политических целей с политических соображений, например, чтобы подавить оппозицию, выключают интернет. В Пакистане в прошлом году, например, был такой случай. Какие правила, какие законы можно вести для того, чтобы государство не могло отрезать людей от интернета? Мне кажется, тот вопрос необходимо адресовать межпарламентскому союзу, посмотреть на те страны, в которых такая проблема существует. Мне кажется, надо изучать передовую практику, посмотреть, как с этими проблемами борются в другой стране, с тем, чтобы государство не могло контролировать доступ в интернет. Хочу добавить, здесь есть несколько аспектов. Это для меня 18-й форум, 18-е ежегодное заседание IGF, и, конечно же, право доступа к интернету вдруг как-то исчез с повестки дня, шла речь, есть ли право, должно ли существовать право быть отключенным от интернета, но и тоже этот вопрос был снят с повестки. Вопрос интересный, есть ли вопрос заключается в том, что необходимо обеспечивать всегда бесплатный доступ к интернету, это экономический вопрос. Что такое доступ к интернету, то есть это право на общение через интернет, или же доступ ко всем источникам информации должен быть свободным и бесплатным, а что же тогда делать цифровым платным каналом и так далее. это много аспектов здесь. Так вот, что касается свободы самовыражения, свободы получения информации. Например, в Европе можно ограничить доступ к информации к определенного рода, свободу самовыражения тоже ограничивается в определенных четко оговоренных условиях. Ведь возникают такие случаи, когда необходимо ограничить какие-то коммуникации в случае чрезвычайных ситуаций. Но такие правила должны быть четко прописаны и прозрачны с тем, чтобы можно было потом оценить, была ли эта ситуация чрезвычайной, правильно ли был введен в действие этот механизм. Но это европейский подход, с которым я хорошо знаком. Я хочу добавить, что обычно исполнительная власть обладает такими ресурсами, и они могут это сделать, но если это происходит, то здесь парламентарии или законодатели должны обеспечить подотчетность исполнительной власти, посмотреть, были ли альтернативы такого решения с тем, чтобы задействован был демократический, процесс, посмотреть, не были ли попраны фундаментальные или основополагающие права. Поэтому здесь должен существовать четкий стандарт, ведь правительство должно быть подотчетно за свои действия. Я с вами согласен, это самое важное. Можно ли как-то по-другому сделать то же самое, достичь этой же цели. Может быть, если цель была весьма законной, но было ли это пропорционально возможному вреду, иначе можно достаточно деспотично закрывать доступ к интернету. ведь, как вы говорили, нередко это делается, доступ к интернету перекрывается в каких-то политических играх или для соблюдения неких политических интересов. Поэтому в принципе должно существовать какое-то общее понимание вопроса ограничения доступа или свободы интернета. пропорциональны ли такие меры возможному вреду? Например, ограничение свободы самовыражения. Это очень чувствительная тема, где, как мне кажется, необходимо иметь какое-то общее понимание. И сегодня мы видим попытки разделить интернет. Мы говорим о разделении интернета, но мне кажется, в этом контексте вместо того, чтобы идти в том направлении, в противоположном направлении, важно обеспечить более единый сплоченный интернет с тем, чтобы мы могли работать вместе. Спасибо. Мне кажется, это идеальные слова для того, чтобы завершить, закрыть эту сессию. Думаю, у вас будет возможность пообщаться с коллегами здесь, на IGF. еще не одна возможность в рамках форума. Это очень ценно для нашей дискуссии и для IGF, и для парламентариев. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем услышать выступления наших коллег из США и обменяться опытом с ними. Благодарю вас за очень интересную дискуссию. Я многому научился. Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!